Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе эпопеи Виктора Юго «Отверженная». Этот роман продолжительностью полторы тысячи страниц я читал в последний месяц. Надо признать, в нем много противоречивого. Есть очень глубокие размышления о судьбе человеческой, об истории, о фигурах в истории, о войне, о революции, о Боге, о добре и зле. Есть много глубоких переживаний, глубоких ярких персонажей, но при этом, к сожалению, очень много длиннот, роман растянут, очень много ненужного, очень много рассуждений, с которыми невозможно согласиться в плане революции, в плане отношения к прогрессу. Юго вообще был уникальным человеком, он верил в Бога, и эта вера перенеслась в его роман, но при этом он верил в прогресс, в социальный прогресс, в революцию, в социализм. Поэтому он был так признан, так уважаемый у нас в СССР, поэтому его очень много переводили. Этот роман переводили пять переводчиков. В нем пять частей и пять переводчиков переводили по одной части, но при этом ощущение невероятной цельности, единство этого произведения поражает. В нем есть добрые, злые, в нем есть злодеи и праведники, в нем есть очень много самого разного. Я хотел бы вам зачитать несколько моментов, чтобы вы поняли, насколько порой чрезвычайно противоречивым мог быть этот роман, если его читать сейчас. Например, вот этот момент, посвященный господам Тенардье, злодеям известным, мучившим Казетту, как известно, и потом, прошедшим до самого конца этого романа, Тенардье в итоге избегает возмездия и укрывается в Америке. Открою небольшой спойлер, но не обижайтесь на меня, потому что помимо этого спойлера, там очень много другого, связанного с этим образом, очень ярким, очень запоминающимся, этим образом, который поражает вас своей многогранностью злодейской. Вот смотрите, что пишет Мюко. Оба они, то есть супруги Тенардье, были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая растет лишь в сторону зла. Есть души, подобные ракам. Вместо того, чтобы идти вперед, они неперерывно пятятся во тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного родства, все больше развращаясь и все больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардье. Вот вам, пожалуйста, пример лаконичного, четкого замечания, которое очень многое говорит об этих людях. Перерождение Жанны Вальжана, каторшника, ставшего ярким, почти что святым, прошедшим через невероятные испытания и приключения. Это главный, конечно, нерв этого романа. И образ Жанны Вальжана, конечно, веян романтизмом, романтическим ореолом. Как и образ епископа Бен Веню, он же господин Мариэль. Также как Азета, также как Мариус. Кстати, самая интересная часть из этих пяти, это третья часть, посвященная Мариусу, посвященная его детству, юности, зрелости, его усиленность, чтобы сорвать облаву на Жанна Вальжана, который устроил Тенардье и так далее. Все это невероятно замечательно и очень трудно от этого оторваться, особенно когда сцена самой облавы, одна из самых увлекательных в этом романе. Я читал ее, забыв о времени, до глубокой ночи, хотя бы надо было завтра, на следующий день рано вставать. Я читал ее и не мог остановиться. Четвертая часть, посвященная как раз революции, идее улицы Плюмя и Попея улицы Сандини, посвященная самым разным персонажам, самым разным событиям, это, конечно, тоже очень яркое произведение, очень яркий фрагмент. Но при этом все-таки в нем очень много субъективного, в частности в отношении к Наполеону. Вот смотрите, что Юго писал о Наполеоне. Это чрезвычайно интересное замечание. Вы смотрите, что он пишет о Наполеоне. В ту минуту со старым было покончено. Корсиканское чудовище, узор патр, тиран, рапостный урод, возлюбленный своих родных сестер, комедиант, бравший уроки у тайма, явский отравитель, тигр, буанапарты. Все это исчезло, вступив место в его уме загадочному, всепоглощающему, ослепительному сиянию, в котором на недосягаемой высоте сверкал бледный призрак мраборного Цезаря. Для его отца император был лишь любимым полководцем, который восхищается и которым во всей преданности служит. Для Мариуса он представлял собой нечто большее. Он являлся избранным судьбой, зодчим государства французской формации, унаследовавший от государства римской формации, владычеством над миром, мастером читарительственного разрушения, продолжателем дела Карла Великого, Людовика XI, Кенрика IV, Решилье, Людовика XIV, Комитет общественного спасения. «Разумеется, у него были недостатки, он совершал ошибки, даже преступления, иными словами, был человеком, но царственным в своих ошибках, блистательным в своих недостатках, могущественным в своих преступлениях. Он был избранником, заставившим все народы заговорить о великой нации, более того, олицетворением самой Франции, побеждая Европу своим мечом, он побеждал мир своим светом», ну и так далее. Читать такие сентенции, такие комплементарные заявления Наполеоне очень трудно после войны и мира. И Наполеон был развенчан на Львовом Толстым, и мы увидели всю изнанку этого так называемого гения войны. Мы увидели, сколько страданий он принес нашей стране, и после этого читать такие страницы чрезвычайно трудно русскому читателю, очень трудно воспринять это серьезно. Не разбирал порой смех, я восхищался стилем Юго, как он пишет, как он может возвышенно писать, какие замечательные порой обертоны приобретают его стиль. Сколько невероятных синтенций, сколько ярких афоризмов извлекает его ум, но при этом сколько в нем заблуждений, сколько человек фанатично узколоба мыслал порой. Порой как его персонаж Жавер, тоже отрицательный персонаж этого романа, чрезвычайно яркий персонаж, узколобый фанатик, служитель закона, служитель порядка. Гонявшись с Жаном Бальжаном, испортившему большую плену жизни. Это, конечно, образ его перерождения, итог этого перерождения, конечно, одни из самых ярких страниц этого романа. Также Казетта, на мой взгляд, несколько однобока показана. Вот ее детство, это, конечно, очень сильно. Ее детство в Тинордея очень сильно описано. Это невероятные страницы, напоминающие вам страницы «Преступление и наказание», страницы других романов Достоевского, страницы произведения Толстого. Вообще, это был его любимый роман Толстого, один из любимых романов Достоевского. Это видно. Приимственность русской литературы, очевидно, этот роман повлиял на русскую литературу, на именно показ обездоленных, отверженных, оскорбленных людей низов, выпущенных, так сказать, за пределы общественной формации, социальной структуры. Это, конечно, невероятное совершенно произведение, но при этом немного заглуждений. И вот еще один фрагмент, на который стоит обратить внимание. Он посвящен каким-то космологическим рассуждениям Юго. Обратите внимание, как глубоко написано. Алгебра, приложимая к облакам, изучение звезды приносит пользу розе. Ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат бояршника бесполезен со звездиями. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает о взаимоприятновении бесконечно великого и бесконечно малого? Об отголосках первопричин без находения существа и влагинах творения, и клещ, явление значительное. Малое великое, великое мало. Все равновешивается необходимостью, ведением устрашающий разум. Между живыми существами и мертвой материи есть чудесная связь. В этом исчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу. Одни нуждаются в других. Свет, вносящий в лазурь земные благоухания, знает то, что делает. Ночь являет звездной эссенцией усоснувшей цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворение усложняется. От образования метеора и до удара клювом, который к тене с ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу. Оно приходит, приводит и к созданию дождевого червя, и к появлению Сократа. Где кончается телескоп, и там начинается микроскоп. У кого из них поле зрения больше? Выбирайте. Плесень, плеяда, цветов, туманность, муравейник, звезд. Та же тесная близость, еще более удивительная между явлениями разума и состояниями материи. Вот за эти замечательные слова, за вот такие пассажи мы Юго и любим. Действительно, в нем нет многословия Бальзака. В нем нет сентиментарности Мопассана. В нем нет, конечно, маконичности Флабера. Он порой многословен. Но при этом он невероятно поэтичен. Его проза заряжает, она вдохновляет. Она проверяет на прочность, насколько читатель молод, насколько он способен вдохновиться. Это вот живое вдохновение таланта. Вот за это мы любим Юго, вот за это мы любим этот роман. Вот что у него есть проникновенного. Все, что у него есть проникновенного, щемящего, захватывающего. Все это невероятно поразит и поражает нас и сегодня. Хотя прошло уже 150 лет со временем напишения этого романа. Почитайте его. Вам откроется невероятный совершенно горизонт. Много заблуждений, много уже устаревших сентенций, много всего. Но при этом невероятные совершенно глубокие пассажи, за которые вы полюете этого писателя. Пусть 1500 страниц это много, все-таки 3 тома, 5 частей, это много. Но при этом это окупается, окупается сполна. До свидания.